Модификатор Displace оказывает разные геометрические воздействия на объект. Изменение геометрических характеристик идет по нашим полигонам и по заданной заранее карте. Чем белее будет участок на нашей заданной заранее карте, тем сильнее будет выдавлено. Чем темнее, тем меньше. Скорее всего, останется на нуле. Для того, чтобы посмотреть, мы выбираем наш объект. Видим, Displace уже применен. Выбрана карта. Точно такая же карта, которая применена к нашему объекту. Для того, чтобы мы могли видеть, что именно мы делаем. Теперь, так как у нас сферический объект, выбираем Spherical. Есть также плоский, цилиндрический и обтягивающий. Изменение длины, высоты, ширины. Изменение по осям. И так дальше. Но наших два основных элемента, с которыми мы будем взаимодействовать, это Strange и Decay. Strange указывает на силу выдавливания. Вот, видите, получается, все белые моменты. Ой, фу. Вот, я начинаю изменять. И, как видите, все белые элементы, точнее, полигоны, под которыми была белая карта, начинают выдавливаться. Естественно, если им будет позволять полигональность. То есть, сейчас, видите, все довольно-таки так грубо. А если я уберу модификатор Displace, задам больше сегментов. Например, пускаю, здесь будет 300. Вот, у нас получается очень высокополигональная карта. Применяю... Ой, высокополигональный объект. Применяю Displace. Так, применили нашу карту для Displace к нашему объекту. Это точно та же самая карта, которую я бы мог перетащить, но, к сожалению, так нельзя. Вот, поэтому я вручную перетащил и на вкладку Material Editor, которую я вот так вот применил, и вручную перетащил на вкладку Bitmap. И теперь я беру и выдавливаю. Видите, у нас получается все очень некрасиво. По одной простой причине, что я забуду переключиться на сферику. И вот, пожалуйста, очень-очень красиво и сглажено. Все потому, что у нас было достаточное количество полигонов. Если я начну использовать Decay, у меня будет определяться параметр затухания, деформации, которую я задавал параметром Strange. То есть, вот так. Вот, и чуть ниже, в самом низу, я бы даже сказал, в олигменте, можно выбирать по каким осям будет выдавливание. То есть, вот у нас, может быть, что-то вот такое вот. Цвет у нас не совпадает, потому что изначально задавалось для вот такой вот фигуры, и материал набрасывался именно с вот такими вот параметрами. Поэтому оно сначала совпадало. Все можно крутить, смещать, вращать и так дальше. Но, если нам нужно сбросить, нажимаем на Reset. Если нам нужно будет центрировать, вот, если мы, например, собьем вот это вот. Мы нажимаем на центр, Reset, и все возвращается назад.